На днях вышневолочанка Евдокия Александровна Конышева отметила 100-летний юбилей. О чем вспоминает женщина и что стало залогом ее долголетия, выясняла наша съемочная группа. Бабушка Дуся, как любовно ее называют родные и близкие, родилась 14 августа 1914 года в многодетной семье, проживающей в Тверской губернии Раменской волости Новоторского уезда. Прекрасно помнит, как в детстве пряли при Лучине с мамой и сестрами, а отец с братьями в это время занимались хозяйством. В этой семье без дела никто не сидел. Три класса отходила в школу. Сколько мне? Десять. Ну и вот наняли, а двое детей было. Мальчику два годика, а мальчику шесть месяцев. И я одна вот с ним справлялась. Жизнь моя прошла. Сама себя пошла бывать, одевать. Где же отцу справиться? Нас было шесть человек. Питание хорошее у нас было. У нас всегда мясо было. Обиду всегда готовила мать. Потом Евдокия Александровна много работала в колхозе. Позже стала мастерицей по пошиву одежды. Обучалась шитью прямо на производстве. Смекалистая от природы, быстро освоила все швейные операции. Это ремесло было ее работой и ее хобби. В свои сто лет бабушка прекрасно и складно говорит. Имеет отличную память. Одно из ярких воспоминаний – это Великая Отечественная война. В тылу, в деревнях, именно на женщинах и ее ровесницах держалось все. Копали окопы, возводили мосты. Березки маленькие выкопывали, сажали на горушку, чтобы немец не видел, где мы есть. А мы только выйдем из леса, его и принесет. И начнет нас строчить. И вот мы бежим опять в лес. А он по лесу как пойдет строчить из пулемета. Кто бежит обратно в деревню, кто как. Вот так, только когда мы придем, смотришь, нас опять посылают в другую сторону. Снег разрывает летчикам, летную часть. Снег разрывает, летчикам делают, надо улетать и опускаться. Летчик, полетят 10, а прилетит 1, 2. И то станут спускаться. Смотришь, носом запахал и погиб. Вот что творилось. И я всю войну прошла. После войны, оставшись одна без мужа, который пропал без вести, тоже много работала. Стойка превозмогала трудности и невзгоды. Уже и не помнит, когда сидела без дела, сложив руки. Секретом своего долгожительства считает труд и постоянные движения. А также внимательное отношение к своему здоровью. После операции по удалению желчного пузыря не стала есть жирная и жареная. Пьет много чистой воды. Своих детей не удалось родить. Но одна бабушка Дуси никогда не остается. Ее внимание, забота и душевность достались племянникам и их детям. И теперь они платят ей тем же. В юбилейный день рождения Евдокия Александровна с удовольствием общается с гостями. Радушно угощает их пирогами и конфетами. И ждет на праздник всех своих родных и близких. А их у нее очень много. И даже сейчас.